Понедельник такой день, когда у многих возникает желание сразу достигать каких-то поставленных целей или хотя бы их наметить. Оксана Анищенко, психолог, сегодня мы с ней и поговорим как раз о достижении цели. А может быть и о ней? И о ней тоже поговорим. Оксана, вы достигли цели, которую намечали когда-нибудь вообще? Ну, я постоянно их достигаю, да, и ставлю перед собой новый план. Часто ли у вас какие-то вот план, цели? Ежедневно? Часто, часто, да. Я люблю ставить цели и очень люблю их достигать. Давайте и других тогда научим, как мыслить, как успешный человек. Что для этого нужно? Вообще, если мы посмотрим на все определения успешности, то это всегда связано с понятием результата. Причем самое интересное, что это не просто результат, а какой-то удачный результат. То есть человек, который достигает удачного результата. Это успешный человек, да? Но если мы говорим про мышление, мышление, оно включает в себя понятие то, как я мыслю, откуда я беру эти мысли, во что я их преобразую и как я их доношу. Ну и понятно, что в связи с этим я достигаю какого-то результата. И принято считать, что можно выделить четыре типа мышления. Это бытовой, профессиональный, эксперт, мастер. Ну бытовой – это вот уровень. Это когда я на каком-то бытовом уровне общаюсь, какие-то бытовые темы. Ну и здесь успешность, она больше оценивается понятием денег, материальных каких-то, какой-то популярности и так далее. Профессиональный – это когда я уже иду к росту профессиональному, когда я становлюсь, ну, что-то между экспертом, да, но еще пока не эксперт, но уже какой-то погружаюсь в продукт. И здесь уже к… Коллеги обращаются за совет. Например, да, да. И здесь я уже говорю про успешность не только в деньгах, но и, допустим, в каком-то профессиональном. В статусе там, да, уже. Это продукт деятельности и это расширение. То есть я не просто пользуюсь, ну, известными инструментами, но я уже расширяю немного знания в этом мире и какие-то знания, можно сказать, привношу. Выглядит так, как будто нужно пойти тоже по шагам и добраться до мастера. Или можно сразу стать мастером и мыслить как мастер? Да, конечно, мы можем постепенно поднимать, можем сразу сюда пойти, если мы понимаем, из чего складывается вот этот уровень, да. И вот у нас на столе лежат предметы. Я попрошу вас определить, вот какие бы предметы выбрал успешный человек, как вам кажется? Успешный киберспортсмен бы выбрал… Успешный человек? Успешный человек, он послится… Ну, наверное, это подвох, не буду. Он послится определенными предметами. Ну, книга, книга. Так, книги эксперт уже прочитал все давно. Нет, ну подожди, нет предела совершенства, книги надо читать постоянно и даже перечитывать. Вот суп из пакетика. Вот это да. Записывать мысли. Записывать мысли. Слушайте, все можно, все можно под успешного человека. И расслабляться как-то. Я вам сейчас помастер. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И ест. Да, я боюсь. Очень полезно, очень хорошо. Я боюсь, что… Главное, быстро, потому что времени нет, я эксперт. Да. Мастер. Ты мастер. Мне некогда. Сейчас мы с вами, да, сейчас помогу вам разлить. Так вот, всех людей можно, судя вот по этой градации, разлить на два типа. Это человек-продукт и человек-следствие. Человек-продукт это тот человек, который на себя, он еще человек-продукт, человек-причина. Здесь, по-моему, джойстик нарисован. Причина. Или суп. Человек-причина. Вот человек-причина – это тот человек, который внутри себя находится в позиции, я беру ответственность, я являюсь причиной всего того, что вокруг меня происходит. Ну и понятно, что если я живу с этой позиции, то я изучаю следствие. То есть я смотрю внимательно, из чего состоит продукт, или, может быть, изучаю знания для того, чтобы этот продукт появился. То есть этот человек изучает смыслы, в результате этого смысла появляется какой-то продукт, и в результате этого продукта появляется какая-то форма, которую он доносит окружающим. То есть имеется широкое такое понятие. А следствие – это что? Это человек говорит, это все судьба. Ну, кстати, да. Судьба, погода, власть, ну, то есть окружающая действительность меня как будто бы определяет. И он уходит от… если здесь идет следствие, потом идет преобразование формы и сам продукт, то здесь он форму эту проскакивает, он идет сразу на какие-то вот… Он проскакивает вот этот вот момент, где он изучает сам продукт, да, и получается, он пользуется самой формой. То есть конечным каким-то результатом. Допустим, вот суп у нас лежит, да, заварной, это сама форма. Вот человек, причина, он бы, наверное, бы сделал бы этот суп. Он бы купил, там, не знаю, все ингредиенты, да, 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 и сделал бы, да. Или, например, вот если взять две книги здесь у нас разные, да, «Мозг книга» и вторая книга, как она там называется, «Уроки лидерства». И вот здесь вот попробуйте, судя по этой градации, причина или следствие, какой бы книгу выбрал бы человек причиной, и какую книгу выбрал бы человек следствия. Ну, этот человек – продукт сюда? Нет, продукт – это вот здесь. Почему? Я, значит, плохо прошел этот урок. Да, продукт – причина. Это он берет разные материалы, их модель между собой объединяет каким-то образом, и в связи с этим у него может быть мозг, там, физика, химия, будет очень много всяких разных, всякой разной информации, в результате этого он сделает какую-то форму. А у меня была другая версия, это не я такой-то, у меня мозг такой. Он про что-то убедился, да я-то классный, мозг у меня не очень. Да, еще зависит от того, какая книга там, да. Ну вот, а человек следствием, скорее всего, возьмет уже готовый продукт, это вот здесь книга по лидерству, будет использовать этот продукт, и в результате этого будет занимать какую-то позицию. Вот, и если мы говорим про успешного человека, то, наверное, это человек, который, вот если мы говорим по градации, это тот, который будет собирать информацию, эту информацию каким-то объединять, из-за чего он сделает какую-то форму, какой-то свой собственный продукт, и в результате чего он и достигнет какого-то результата. Только успешные смотрят сейчас этот эфир, потому что они собирают информацию, они ищут и смотрят каждый раз, когда приходят нам в гости Оксана Онищенко. Ведь так, Антон, подведите итог, Оксан, в двух словах. Можно, наших зрителей можно протестировать, если вы человек-причина, то вы решите легко эту формулу. Легко, если вы математик по образованию. Ну, человек-причина, он будет разбираться, да, а если вы человек-следствие, то вы скорее посмотрите на эту формулу, закройте наш эфир, и на этом вы, ну, пока что закончите. Да, пока что вы будете вот на этом. Пойду я тоже заварю-ка супчика. Спасибо, Оксана, покопаться в себе придется, да, чтобы достичь успеха все-таки, поэтому начинайте с самого низа и постепенно, шаг за шагом, уже приходите к вот этому понятию мастер.